Шесть великих, но не слишком грамотных писателей Их имена вас сильно удивят. Если человек пишет с ошибками, ему, как правило, рекомендуют читать как можно больше хороших книг и ставят в пример великих писателей. При этом часто не знают о том, что некоторые из этих великих и сами-то были далеко не безукоризненно грамотны. Спасала их только твердая редакторская рука да многоопытный глаз корректора. Итак, поговорим о литературных гигантах, имевших проблемы с правописанием. Ганс Христиан Андерсон сказочником был прекрасным, но писал с ужасающим количеством ошибок. Он учился в нескольких школах и учеником-то был прилежным, но болезненно воспринимал критику, на которую не скупились учителя. Выучиться грамотному письму Андерсон так и не смог, поэтому ему приходилось тратить немалые деньги на вычетку и правку текстов. Без этого издатели попросту возвращали бы ему рукописи. Владимир Маяковский, главный поэт советской эпохи, родоначальник необычного стихосложения, стиля и неожиданно смелой образности, не признавал не только общепринятых литературных правил, но и пунктуации. Сам он говорил, что ненавидя точки и запятые, тем и гордится, а потому полностью игнорирует их. Однако литература веда считает, что дело вовсе не в этом. У Маяковского, скорее всего, была дислексия, проблема с обучением, навыком чтения и письма. И он просто не понимал, где и какие следует ставить знаки припинания. Выручали друзья. Поначалу коллеги-футуристы, а впоследствии расстановка точек и запятых перешла в видение Осипа Брика. Брата его музы Лили Брик. Берут, например, паспорта с английским двуспальным лёвом. Глазами доброго дядю Выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американцев. Агата Кристи, одна из самых публикуемых писательниц в истории классической литературы, тоже отметилась по части грамматических ошибок. Агату обучали дома. При этом её мама считала, что до 8 лет учить ребёнка чтению вообще не стоит. И хотя в 5-летнем возрасте девочка выучилась чтению самостоятельно и отдала должное немалому количеству книг, от безграмотности это её не излечило. Опять дислексия. Да, ошибок Агата делала неимоверное количество. Однако стать непревзойдённой королевой детективов, эта малая подробность биографии ей ничуть не помешала. Эрнест Хемингуэй Нередко безграмотность объясняется сложностями с концентрацией внимания или той же дислексией. Но у Хемингуэя другая история. Всемирно известный гений американской литературы и нобелевский лауреат попросту ленился. Как написал, так и написал. Невзирая ни на что, с грубейшими ошибками в духе «Ещё» вместо «Ещё» ну не писательское это дело рукописи вычитывать. Автор Алисы в «Стране чудес» Льюис Кэрролл, как известно, был математиком. И уже только за это ему можно сделать скидку по части ошибок, которые он делал, работая за писательским столом. Будь то письма, философские эссе, математические труды или абсурдная сказка. Как и сейчас, допускать такую небрежность считалось постыдным. Джентльмен-профессор и вдруг ошибка на ошибке. Биограф и писатель полагают, что у него тоже была дислексия. Во всяком случае, чудаковатого Кэррола собственная безграмотность нисколько не беспокоила. Что-то Алиса. А я вот не уверена. Позвольте, я не нарочно оказалась другой Алисой. Развернуть оракулу. С образованием у Джейн Остин поначалу не заладилось. В одной школе делами заправляла своенравная директриса, доводившая учениц до физического истощения. В другой наоборот, но успеваемость смотрели сквозь пальцы. В конце концов, отец решил обучать Джейн дома. Он привил ей вкус к хорошей литературе. И хотя читала она много, улучшению грамотности это не поспособствовало. В рукопись Остин было полно ошибок, так что ей постоянно приходилось просить помочь ей с корректурой. Как видите, если у вас есть проблемы с грамотностью, то оно еще не конец света. Хотя неграмотный человек воспринимается так же, как неопрятно одетый человек. Субтитры создавал DimaTorzok